У меня льготные лекарства, я их получаю бесплатно. Но не все альметьевцы получают лекарства бесплатно. Как выяснилось, для большинства поход в аптеку занятие затратное. Этой жительнице города приходится оставлять там до 8 тысяч рублей ежемесячно. Виной всему хронические заболевания. Коленки проблемы, хондропротекторы очень дорогие. Их надо длительное время принимать, например, 20 дней уколы, а потом минимум полгода сказали, на табликах можно сидеть. Если верить сайту интернет-аптеки, то одни из самых популярных лекарств этой группы действительно недешевые. Упаковка, рассчитанная на курс, в ней 200 капсул, она выходит больше, чем на 4 тысячи рублей. А если покупатель не может сразу оплатить лечение на несколько месяцев и приобретает упаковки, в которых 100 капсул, то переплатить за две придется около тысячи. Тогда цена курса лечения обойдется в 5 тысяч с лишним. Но не только хронические заболевания приводят альметьевцев в аптеки. Больничный тоже может оказаться недешевым удовольствием. Ну вот, мы больничный вышел. Цены, да, большие. Сколько примерно с неспех потратили по рецепту врача? Общую сумму можете назвать? Около 7, наверное. 7 тысяч? Суммы не маленькие. Мы решили проверить во всех ли аптеках так дорого. Для эксперимента выбрали три коммерческие аптеки разных сетей. Выяснилось, что цены на противовирусные для взрослого почти не отличаются. В двух аптеках их можно приобрести от 500 рублей, третий дороже – от 600. Растворимые порошки от жара и других симптомов 10 пакетиков стоят примерно 400 и 300 рублей. Сосудо-суживающие капли для носа во всех трех сетях стоят около 200 рублей. В одной из аптек мы нашли леденцы от боли в горле за 167 рублей. Цены, с которыми встречается покупатель, устанавливают не фармацевты. Клиенты, конечно, приходят, жалуются, что цены высокие. Но ценники и цены, конечно, они мы формируем. Офис присылает нам цены и формирует их. Мы единственное, что делаем, это ставим эти цены и, соответственно, меняем. Чтобы сэкономить, некоторые альметьевцы выбирают так называемые дешевые аналоги, основываясь на рекомендации врачей. Они говорят, что аналоги не хуже. Цена зависит от производителя. Ну, так они объясняют. Поэтому я тоже иногда стараюсь приобретать аналоги. Но фармацевты не всегда разделяют эту точку зрения. Клиенты любят спросить аналоги. Но я, как специалист, не советую это делать. Потому что оригинальные препараты доказано лучше. И сами же клиенты, которые пробовали оригинальные препараты, они говорят, что разница есть и существенная. Оригинальные препараты, как правило, в несколько раз дороже аналогов. Как говорят специалисты, это связано не только с основным действующим веществом, но и с вспомогательными. Именно от их качества зависит, как хорошо себя проявит активный компонент. А в результате нашего эксперимента выяснилось, цена лечения от сезонных ОРВИ начинается в Альметьевске от полутора тысяч рублей. Елена Баурова, Нурзалятов, Новость Юго-Востока.